Счастливый Рождество Счастья, здоровья, удачи и самое главное, мирного неба. Сегодняшний выпуск программы я хочу посвятить рождественскому интервью патриарха Кирилла, который дал ее телерадиокомпании ВГТРК, телеканалу «Россия», и в котором он на самом деле, это интервью, оно в достаточной степени необычное. То есть предыдущие интервью принципиально от этого отличаются. В этом интервью патриарх Русской Православной Церкви дал цивилизационные оценки процессов, происходящих в мире, обосновал тот указ президента, который президент подписал о концепции государственной безопасности Российской Федерации. Кстати, напомню, если кто не слышал или пропустил, в этой концепции описано примат ценностей традиционных российского общества, подчеркиваю, российского, это не только русские, это все коренные народы, живущие на территории Российской Федерации. И вот это интервью патриарха, оно на самом деле очень интересно. Все, кто его не видели, я очень рекомендую найти в Ютьюбе записи там или на сайте телерадиокомпании «Россия», найти это интервью и посмотреть. Там всего лишь 32, по-моему, минуты, но там на самом деле даны цивилизационные оценки процессов, происходящих сегодня в мире, даны оценки, даже не то, что оценки, описаны процессы, связанные с демократией. Патриарх дал определение вот этому пресловутому слову «демократия». Мы с вами знаем, что Запад коллективный, который приходит в разные страны, в Ливию, в Тунис, в Египет, в Сирию, в Украину, он машет флагами некоторыми, кроме печенек, он машет флагами под названием «демократия». И что это такое, как различать, тоже очень важный момент, различение писания, предания и различения. И вот как различать западную демократию от незападной? На самом деле, что такое демократия? Патриарх об этом сказал очень конкретно, очень, ну я бы даже сказал, выпукло. Он впервые озвучил очень важный тезис, что демократия, она, безусловно, является ценностью, но весь вопрос на какой платформе? А платформы две, или добра, или зла. И вот что такое демократия на основе добра? Если вспомнить, например, первую новогоднюю ночь, 1 января в Кёльне, когда мигранты, либо люди, маскирующиеся под мигрантов, устроили шабаш, связанный с изнасилованием немок, и при этом они прикрывались законодательными, демократически принятыми актами, которые, ну как бы, дают возможность мигрантам находиться на территории Европейского Союза, то это, безусловно, тоже проявление демократии. Но демократия ли на платформе добра? Правда ли вопрос? С другой стороны, король Нидерландов сделал достаточно интересное заявление, которое идет в унисон с нашей концепцией государственной безопасности. Он сделал заявление, связанное с тем, что в мире заканчивается эпоха социальных государств. Что значит эпоха социальных государств? На самом деле, до появления Советского Союза понятие социальное государство вообще отсутствовало в природе. Благодаря октябрю, в той или иной степени его хают или нет, появилось такое понятие, как 8-часовый рабочий день, появилось такое понятие, как бесплатное образование, бесплатная медицина, появилось права, права людей, которые не обладают средствами производства, если использовать терминологию Карла Маркса. И для того, чтобы на волне общей популярности социалистической идеи, которую реализовывала Советская Россия в свое время, в начале 20 века, Запад был вынужден социализировать свои государства. До этого, на самом деле, Запад был знаменит тем, что условия и рабочих, и условия того пролетариата, крестьянства, которое тоже укрупнялось своими там процессами, они были тяжелейшими, и история Англии, например, изобилует такими перлами, как огораживание, как продажа своих граждан в рабство, которые не имели имущественного ценза, и так далее, и так далее. Этот Запад был до появления Советского Союза, и вот после появления, для того, чтобы состязаться с точки зрения социальных проектов, Запад был вынужден социализироваться, ему было это сделать проще, поскольку Запад жил в колониальном мире и грабил все колонии. За счет этого ресурса перенаправить часть прибыли на то, чтобы поддерживать какую-то картинку, типа вымытые шампунем центральные улицы, красивые причесанные газоны и средний класс, какой-никакой. В общем-то, благодаря вот этой маскировке дезинформации и саботажу, Запад в конечном итоге, и благодаря в том числе, он и победил в 1991 году. Но эта демократия, она ведь не на платформе добра. Вот как появилась западная демократия? Если копнуть историю и посмотреть на 1694 год, когда произошел первый сговор купцов и пэров, которые решили заменить копное право, царившее по всему миру, то тогда появилась так называемая английская демократия, вернее, демократия английского образца 1694 года, когда был учрежден Банк Англии. А купцы и пэры достигли соглашения, связанного с тем, что власть должна принадлежать тем, у кого есть деньги. То есть власть стала продуктом, который на выборах покупается. Это демократия, которая, по нашей цивилизационному мнению, это можно озвучивать прямо, можно не озвучивать, но на самом деле это демократия на платформе зла, потому что поскольку власть становится товаром, власть покупается во время определенных торгов, которые в результате маскировки, дезинформации и саботажа маскируются в выборы, то, естественно, целью этой власти, либо целью этих выборов, совершенно не является развитие человека во всех социальных слоях. от самых низших, которые не имеют средств производства, бюджетников, военнослужащих и так далее, и так далее. Весь спектр социальной общества, его нужно развивать, его нужно давать знание. Знание – это не товар, знание – это привилегия. То есть человек, который имеет две руки, две ноги, голову, и он отличается от животного прежде всего тем, что он имеет определенный набор знаний и навыков, которые необходимы ему для наиболее максимальной реализации в жизни. А теперь давайте посмотрим, что заявил король Нидерланда. Он говорит, что социальное государство закончилось по всему миру. Это означает, что все ресурсы планеты, в понимании короля Нидерландов, вся производимая добавленная стоимость, все денежные ресурсы, все продовольственные ресурсы, они перестают перераспределяться по социальному законодательству хотя бы частично в пользу низших слоев, которые не имеют средств производства. А они начинают концентрироваться для золотого, так называемого, миллиарда, а эти люди, которые недофинансированы, они будут естественным путем, либо принудительным зачищаться. Мы с вами прекрасно помним заявление прибалтийского министра. Женщина там такая говорила, что эвтаназию нужно ввести, потому что если старики в Прибалтике не могут оплатить себе лечение или не могут оплатить себе жилье, то их нужно просто ликвидировать. Это и есть демократия на платформе зла. И вот интервью рождественская патриарха Кирилла расставляет все акценты четенько-четенько, и теперь становится понятно, что Российская Федерация, которая не только государство, Российская Федерация – это цивилизация. В мире есть три цивилизации. Запад, коллективный Запад, который, ну это библейский проект с точки зрения католицизма, протестантизма. Протестантизм – это тоже, знаете, достаточно интересная социальная теория, которая толпа элитарная, она о расслоении, она о том, что богатые обладают всем, а бедные, в общем-то, пусть даже вымирают. Смысла в этом нет. Это демократия на платформе зла. Есть Восток, он очень многогранный, он раздробленный, там есть такие территории, которые под управлением исламской идеологии, есть всевозможные буддийские, пост-ведические идеологии и так далее, но весь Восток – это с точки зрения ценностей достаточно схожие, мировоззрение, но раздробленность. Весь Восток раздроблен, и он не высказывает, знаете, такого глобального, глобальной идеи миропорядка. Запад высказывает, вот, например, король Нидерландов заявил, что социальное государство заканчивается. Это ровным счетом означает то, что население всех социальных государств тоже будет сокращаться, потому что бедные слои населения кормить никто дальше не собирался. Знаете, есть поговорочка, ну никто ж кормить не обещал. И вот здесь вот открытым текстом было сказано, что уже не обещают. И есть русская цивилизация, российская цивилизация. Это цивилизация, объединяющая коренные народы, которая проживает на северной части Евразии, которые объединены совершенно особой идеологией, очень древней идеологией, очень древним понятием добра, которая имеет свои традиции демократии. Вот Запад приходит к нам и говорит, вот у вас неправильная демократия, а у нас правильная. Вот они пришли, например, в Ливию, там, где была джамахерия. А что такое джамахерия? Это несколько народов, несколько кланов, несколько национальностей, либо народностей, племен, своими представителями образовывали совет, который принимал стратегические решения относительно того, как Ливия будет развиваться во всех областях. С точки зрения образования, с точки зрения здравоохранения, экономики, с точки зрения строительства тех же растительных систем в пустыне Сахари, говорят, что это одна из причин, почему была атака на Ливию. Хотя, конечно, нефть никто не отменял. Ведь это тоже была демократия. Это тоже был совещательный орган разных людей, разных племен, живущих на территории Ливии, которые в диалоге, абсолютно не вырезая друг друга, они в диалоге на платформе добра приходили к каким-то решениям и их реализовывали. Причем эти решения реализовывал не столько Муаммар Каддафи, как национальный лидер, а реализовывал обычное правительство, обычная управленческая вертикаль, которая, в общем-то, эту стратегию и воспринимала для исполнения. То есть даже на примере вот этих различных типов демократии можно четко понять вот этот тезис патриарха, что демократия – это хорошо, смотря на какой платформе. А платформы всего две. Это или добро, или зло. И вот получается, что поскольку мы принимаем нашу концепцию государственной безопасности, в которой мы ставим примат ценностей наших традиционных, это ценность семьи, это права ребенка, которого нельзя изымать из семьи ни под каким предлогом. Вот буквально сегодня и вчера пришли сообщения о том, что в Финляндии отобрали в ноябре еще, из школы отобрали сына у гражданки Российской Федерации и содержат его в детдоме, в тяжелых условиях и так далее, и так далее. Это что же образец западной демократии, когда государство проявляет все признаки фашистского государства и берет на себя функцию решения семейных вопросов, семья отодвигается от права принимать решение, как воспитывать детей, какой религии прививать, каким богам приучать, как учить, читать, писать, какие книжки читать, какие мультфильмы смотреть. Государство, причем это делает не циркулярно-безадресным информированием, как бы оно хотело, а делает так, что приходят люди-ювенальщики и начинают отбирать детей просто по каким-то формальным поводам. При этом мы все с вами понимаем экономическую основу такой демократии, вернее, вот этой ювенальной части этой демократии. Дело в том, что на Западе стало очень модно легализовать однополые браки, но поскольку старое европейское законодательство не наделяло эти браки до определенного предела экономическими правами семьи, а семья, которая имеет детей, она, например, имеет право на получение каких-то государственных субсидий и помощи. И вдруг гомосексуалисты или представители ЛГБТ, которые там порвуются и образовывают свои пары, они вдруг понимают, что экономически они становятся слабее. Они, естественно, как это и принято в демократии английского образца 1694 года, они профинансировали законопроект, который позволяет им усыновлять, сами-то они детей рожать не могут, но позволяет им усыновлять чужих детей, и возникает огромный рынок чужих детей, которых можно усыновить. А это надо делать до определенного возраста, потому что дети после 8-9 лет, они становятся не так легко приручаемы. И очень много число самоубийств детей, их побегов и так далее. Вот типичный пример западной демократии на платформе зла, когда исключительно по экономическим причинам однополые пары узаконили право принудительного отъема чужих детей. Понятное дело, еще они и выбирают, они же не усыновляют детей, например, из детдомов или из больниц. Они усыновляют детей, которые показывают, ну, просто определенные там параметры здоровья, определенная там живучесть и так далее, и так далее. Они воспитывают их в определенном образе, определенным образом, и задают программу того, что тоже будет сокращаться население планеты. Если посмотреть на лаг всех этих процессов длиннее, чем человеческая жизнь, ну, умерли эти два гомосексуалиста, испортили они психику ребенка. Ребенок не родит детей. И получается, что вот таким вот усыновлением, принудительным изъятием, стрессом, который дается на родителей, у которых отняли, стрессом, который вешается на ребенка, детей не будет уже ни у кого. Никто не будет брать на себя ответственность и риск рожать новых детей, которые постоянно находятся под непрерывной угрозой изъятия. И в результате получается долгосрочная программа, когда определенные расы, определенные народы, можно будет ручку покрутить на пульсе и начать сокращать. А другие народы, например, чуть-чуть ручку подкрутить и сделать так, что в долгосрочной перспективе, например, 3-4 поколения, а это 30, 40, 50 лет, эти народы увеличатся. И тогда появится возможность сделать маневр, когда определенные континенты, обладающие традиционными ценностями, а это прежде всего Европа, тоже христианская в традиции, в преемственности поколений. Когда достаточно проплатить всего лишь навсего, переселение, это тоже денежный вопрос. Вот откуда столько мигрантов берется в Германии? Или в Дании? Или в Швеции? Или, например, они атакуют пограничные столбы Венгрии или Словакии? Откуда они берутся? Представьте себе люди, живущие в лагерях беженцев Турции, сирийцы, которые не имеют денег, которых разбомбили дома, они вынуждены были переместиться в лагеря для перемещенных лиц. И вдруг они взяли, поднялись и пошли. Для того, чтобы пересечь, например, расстояние в тысячу километров до Европы, надо посчитать как минимум. Деньги на билет, надо что-то сложить поесть, потому что в дороге, как известно, кормить никто не обещал. В конце концов, нужны деньги на то, чтобы поесть. Откуда берутся ресурсы для того, чтобы армию, ну, миллионную беженцев снарядить в Европу? Это тоже управляемый процесс. Это тоже определенные ручки на миграционном пульте мира, которые управляются определенными финансовыми потоками, определенными организационным ресурсами. Мало ждать денег, надо еще найти исполнителей, которые смогут сформировать такие колонны, которые смогут решить вопрос транспорта. Которые согласуют, например, тут же еще вопрос миграционного законодательства Евросоюза, который, ну, представьте себе, мэр Кёльна после изнасилования немок в новогоднюю ночь заявляет, что немки должны вести себя аккуратнее, они не должны провоцировать наших гостей и так далее, и так далее. Это попахивает цинизмом. То есть, понятное дело, что люди, встречающие с той стороны, они тоже участвуют в этом управляемом процессе и тоже получают часть этих ресурсов. Ну, то есть, заставьте мэра Кёльня говорить эту ересь бесплатно. Я очень удивлюсь. И получается, что этот управляемый процесс, который называется «Демократия на платформе зла», это и есть тот новый мировой порядок, либо, как говорят наши православные иерархи, время апокалипсиса или время антихриста, которое, в общем-то, уже видно и стучит к нам в дверь. И именно поэтому мы участвуем, например, в военной операции ВКС Российской Федерации на территории Сирии. Патриарх сказал, что это наша операция прежде всего оборонительная. Сирия не такой уж далекий, это наш сосед, это недалекая страна. И если, например, международные террористы победят в Сирии, то следующими будем мы. Именно поэтому наши военнослужащие участвуют в точечной, в достаточно аккуратной операции, достаточно, кстати, эффективной. Мы не занимаемся маскировкой, дезинформацией и саботажем. Мы оповещаем весь мир о том, какие цели мы поражаем, с кем мы взаимодействуем и так далее, и так далее. Чем отличаемся от американской коалиции. Но это война оборонительная, соответственно, справедливая. Вот как Великая Отечественная война была справедливая, вопрос стоял о выживании всех народов Советского Союза. Точно так же наша операция в Сирии, при всем при том, что это меньшее зло. Понятное дело, что военная операция – это не добро. Но это меньшее зло по сравнению с тем, которое может наступить буквально через пару лет. Это справедливая война, которая в чем-то даже и соизмерима по нравственным ценностям с Великой Отечественной войной. Мы на дальних подступах занимаемся обороной рубежей Российской Федерации. Жизни всех ее граждан, жизни детей будущих поколений, которые в результате войны. А ведь международные террористы, среди которых есть и граждане-выходцы из Российской Федерации, из других постсоветских республик, люди, обладающие паспортами, они могут вполне свободно въезжать в безвизовом варианте на территорию Российской Федерации. Это тоже есть определенная угроза. С ней тоже нужно работать. И получается, что весь этот комплекс мероприятий, связанный с нашей операцией в Сирии, это и есть справедливая оборонительная война. Интервью рождественской патриарха, которую он дал позавчера телерадиокомпании «Россия», это, знаете, основополагающий, нравственный такой рубеж. Вот честно говорю, искренне, как считаю. Мне кажется, что в нашем российском обществе, многонациональном, многоконфессиональном, разные культуры, разные климатические пояса, разный уклад экономики, мы все очень разные, но тем не менее мы кучкуемся вокруг мощнейшего государства, являющегося одной из мировых цивилизаций. И, кстати, не самой многочисленной. Примерно миллиард Запад, примерно 4-5 миллиардов Восток. И нас далеко не миллиард, нас 150 миллионов с гражданами, бывшего соотечественниками за рубежом, нас от силы 200-220 миллионов. То есть мы очень компактная цивилизация. И вот эти нравственные рубежи, кто мы, откуда мы вышли, к чему мы стремимся, чему мы противостоим. По большому счету, патриарх Кирилл в своем рождественском интервью дал цивилизационные основы русского проекта глобализации. Король Нидерландов сказал, что эра социальных государств заканчивается, а патриарх Кирилл сказал, что она далеко не заканчивается. И Россия, как удерживающий весь мир от сползания в эпоху Антихриста, будет удерживать до самого последнего рубежа. При этом у нас, как у компактной цивилизации, у нас не так много, как Востока, не так много, как Запада, но у нас, как у компактной цивилизации, есть большие шансы на победу. Это связано, во-первых, с особой энергетикой малых цивилизаций, которые вынуждены выживать в условиях достаточно серьезного давления среды. Понятное дело, что другие цивилизации, они проникают в нашу. У нас есть признаки всего, и Запада, и Востока. У нас есть разные конфессии. Но вот общие ценности, которые есть у людей, живущих на территории Российской Федерации, они принципиально отличаются. По итогу хочу сказать, что мы же не против демократии. Как инструмента, знаете, как модели функционирования какого-то механизма. Весь вопрос в том, на какой основе этот механизм базируется. А он, как сказал патриарх Кирилл, может базироваться только на одном из двух видов платформ. Либо на платформе добра, либо на платформе зла. Добро и зло – это такие, знаете, прям первичные, первородные термины, которые хорошо и плохо. Дети в пять лет спрашивают, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, добро – это является синонимом нашего известного древнего русского слова. Причем не только русского, а всех народов, живущих на территории российской цивилизации, которое называется справедливость. Править так, чтобы все чувствовали себя уваженными, чтобы все чувствовали себя сидящим за единым столом, чтобы не было высших и низших, и чтобы люди, живущие на территории этого государства, были равными. Вот это есть основа справедливости. Обо всем об этом патриарх Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, сказал в своем рождественском интервью телеканалу «Россия». Я всех приглашаю к компьютерам посмотреть это выступление патриарха, потому что оно дорогого стоит. Вообще хочу сказать, что народы, которые имеют определенный пассионарный импульс, которые могут предложить всему миру идею глобализации, они обладают определенными качествами. Это качество, помимо всех прочих, сформулированной идеологии, большой компактности, собранности общества. Они еще обладают такой характеристикой, как определенное количество духовников на определенное количество жителей. Есть народы, у которых до 300 священников на тысячу. Есть народы, у которых до 100. В общей сложности люди, которые формулируют такие ценности, как сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью, это духовники в чистом виде. И для того, чтобы мы победили, чтобы проект русской глобализации состоялся, а мир антихриста не состоялся, либо потерпел поражение, либо ограничился какой-то локальной территорией, для этого надо, чтобы люди, простые граждане с духовниками, не обязательно русской православной церкви, других конфессий, других верований, других религий, взаимодействовали на уровне ценностей, чтобы мы открытым языком, открытыми словами называли вещи своими именами. И вот патриарх Кирилл в рождественском интервью многие вещи назвал своими именами. Сегодня 8 января. Поздравляю всех с наступившим Рождеством. Желаю счастья, мирного неба и победы русской идеологии, основанной на платформе добра, то есть справедливости. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин